Начать за здравие на этой выставке никак не получится. Первые портреты по ходу движения, выдающихся Михаила Ульянова и Любови Полищук. Свой творческий путь автор этих портретов начинал с очень прибыльной и не менее творческой работы. У меня были раньше другие направления. Я оформил витрины, выездки, магазины, резные дел, и снежные, и деревянные. А портретами занялся, когда занимался памятниками. Гравировал 12 лет на плитах. Полный рост. И баронов цыганских. Руку, что называется, набил. И вот к 60 годам созрел к первой персональной выставке. В своей работе, объясняет Анатолий Александрович, никогда не изменяет главному правилу. Человек с картины или с надгробия должен смотреть в душу и быть похожим на себя. И не важно, при жизни или после смерти. Очень много в интернете и на заказ идут портреты. И на Арбате, я видел, схожести нет. Это для меня уже, это так, для меня. И когда я делал портреты на камне, гравировал, машинкой, у меня не было ни одного отказа. А там уже на камне, если я ошибся, то перешлифовывать весь камень. И поэтому для меня схожесть – это главный критерий. Похожи или не похожи? Задаем вопрос сотруднице Министерства культуры. Я оцениваю положительно. Работы сделаны на высоком уровне. Портретное сходство чрезвычайное, просто в один в один, если сравнить. Хочу отметить, что работы сделаны сухой кистью маслом. То есть на первый взгляд, если посмотришь на работу, кажется, что они изготовлены, сделаны карандашом. На самом деле это сухая кисть. Выставка Анатолия Рыбакова здесь, в Министерстве культуры Омской области, будет работать до 15 декабря. А еще художник стал героем программы «Лично известен». Смотрите уже в этот четверг в 20.40. Денис Ионас, Андрей Кузьмин, «Антенна-7». Денис Ионас, Андрей Кузьмин, «Антенна-7».